Так, создадим папку и индекс.html thal.tsss как у тебя пушаешь? Напиши. Открой папку и индекс.html Давайте я свет поменяю, он не хорошо виден, да? О, нет, здесь я этот тёмный. Так, теперь, успели все или нет? Ребята, сегодняшняя тема будет позиция, то есть позиционирование элементов. Я сейчас покажу, как это работает, сейчас, например, находим Google, хотя я это в конце покажу, давайте. Сначала, ребята, создаем какой-то div, вот внутри бадди, да, создаем блок div с классом, давайте будет блок, а, хотя бокс будет, давайте коробка будет у нас. Div с классом бокс. Потом, внутри этой коробки у нас будет какая-то, какой-то элемент. Элемент на английском будет item, ребята, div с классом item. элемент. Потом подключаемся к CSS, и не забудьте обинком подключиться к CSS. CSS стал точкой CSS. Сейчас. CSS стал точкой CSS. После того, как закончилось, скажите, ребята. Теперь, ребята, бокс будет у нас какая-то коробка. Делаем коробку. Как делать коробку, ребята? Вот здесь в стиле. Айбек задаем класс, да? Бокс скажет. Вот. Ему задавать нужно классы. Давайте создадим какую-нибудь коробку. Как ты думаешь, для того, чтобы создать коробку, что надо делать, ребята? Сейчас пустой, да? Молодец, высоту и ширину, да? Молодец, да. Vids, ребята, пишем. Пусть у нас будет 300 пикселей и height. Будет такой же, 300. Вот, height, 300. Молодец. Вес высоты, ребята, ширины, да? Вес высоты и ширины. Вот у нас пустой же блок. Он ничего не поймет, и у нас ничего не отобразится. Потому что они пустые. Поэтому нужно самим width и height указать. После этого что нужно указывать? Молодец, да. Border, да? Задим в border. Пусть в border будет 1 пиксель. Solid. Допустим, red. Красная граница. Смотрим теперь, что будет. Что у нас получилось? Да. Видите? Давайте border сделаем побольше. 2 пикселя, да? Вот так, да. Вот видите, у нас какая-то пустая коробка появилась. Ребята, вот коробка у нас получилась. Теперь давайте будем редактировать item внутри него, что нужно задавать. Айтем. Да давайте его будем стилизировать. Точка, айтем пишем. Айтем, да? И потом для него тоже что нужно задавать, ребята? Айбек? И для него что нужно задавать? Он тоже пустой, да? Ему тоже витс и хейт. Молодец. Витс и у него будет, пускай будет 40 пикселей, да? Хейт тоже самое. 40 пикселей. И я хочу, чтобы, ребята, он был красный. Как делать его красным? Нет, не border, а полностью красным. А он будет красным? Да, background, то есть задний фон его будет красным. Background color. Распишем. Смотрим. Получилось у нас вот такой квадратик, да, красный? Как делать его теперь круглым, чтобы он был как точка большая? Молодцы, да. Так, что задать? Border radius сколько? Чтобы он был идеально круглым. 50% или же 100%, хорошо? 50, 100. Все, видите, круглый получился, да? Идеально круглый. Вот круг, кружочек получился такой. Ага, хорошо. Вот сделали. Ага. Теперь, ребята, вот этот круг, точку будем позиционировать, ребята. Сейчас как раз таки наша тема будет position. Мы вот сюда, вот в item, да, пишем position, ребята. Так, позиция. Это для нас новая, да? Никогда не видели, да, такое использовали. Position. Тема позиция у нас. И у позиции, ребята, есть вот такие значения. Absolute есть. Еще есть relative, еще есть static, sticky, а также и fixed, ребята. У него есть вот пять значений. Position. Бывают relative. Absolute, static, sticky, fixed. Давайте сейчас мы просто пройдем absolute, да, первое. Absolute напишите. Разрешенная absolute. И вот здесь, ребята, помним, как мы позиционировали элементы. Например, если вы хотите какой-то отступку слева, что мы писали? Да, margin left писали, да? А здесь, ребята, маржины и пэддинги забываем, забудем. А просто пишем, ребята, left. Просто left пишем. И пишем, например, 0 значение, да? И пишем right, например, с левой стороны тоже 0. Вот так, ребята. Маржины, пэддинги, пэддинги, да, здесь не нужны, потому что у нас стоит позиция абсилут. Вот, они связаны друг с другом. Без позиции абсилута left, right не будет работать. И, ребята, вот мы сделали left и right, ничего не изменится. Почему? Вот видите, немного изменилось, да? Вышло, да, вот сюда. Вот берет и прилипает к левому краю, а также к верхнему. Сейчас мы, я, right, где, left, а, я, right, что вы написали, значит? Left, я хотела top написать. Так, top. Ага. Вот видите, он прилип куда? К верху, да, видите? Слева вот сюда, я написала top 0, он прилип к верху. Сейчас я еще покажу вам. Здесь, ребята, я напишу не top, а bottom, то есть снизу 0. 0 это прилипает. Вот, посмотрите, 0, bottom написала. И он уходит вниз куда? Ага. Вниз, то есть с страницы, да, он уходит, уходит вниз, опускается вниз страницу. Потому что, что мы написали? Почему вот вниз уходит? Bottom, да? Мы написали bottom 0, поэтому вниз уходит. Мы, я сейчас 10 пиксель сделаю, он немного отлипает сейчас. Видите? Немного остался, да, 10 пикселей. Альбек понял? Что? Чего не смотришь? Я смотрел. А, хорошо, молодец. Значит, ребята, если я хочу поставить свой мячик вот сюда, вот сюда, в этот край, что мне нужно писать? Виктор, ответишь мне? За все. За все. Смотри, Виктор, мячик вот здесь стоит, да, сейчас? А как поставить вот сюда его? Я пойду? Виктор. Виктор. Он пикселит так, как так? Так, Арцик, посмотри. Топ, получается, трое. Былчак, ага, тебя купили. А давайте, ребят, посмотрим. Посмотрите, я здесь написала что? Лев написала ноль, да? И он прилипает к левому краю. Вот видите, это левый край, да? Вот это левая часть, вот это левая часть. Прилипла сюда, потому что я написала лев ноль. И написала баттем ноль. Баттем где, ребята, у нас баттем? Внизу. Поэтому он находится вот здесь именно. Между чем? Лев нолем и баттем нолем. А вот здесь какая логика будет, Алмаз? Если мы хотим вот сюда поставить. Что мы не меняем? Миша, баттем ноль. Ага. Нет. Будем смотреть откуда? Вот сюда. Да, вот это что? Какая часть это? Какая сторона? Правая. Значит, что пишем? Райт ноль, да, ребята, вот. Лев ноль поменяем на райт ноль. И мячик будет там стоять. Райт ноль. Вот видите? Вот сюда ушло, да? Сейчас не очень видно сейчас. Из-за вот этого. Райт вот сюда ушло. Поняли? Нурбек тур понял? Да. Почему? Почему? Почему мы написали райт ноль? Да, перезвоним куда именно? В правую сторону, да? Поэтому написали райт ноль. Я хочу сейчас, чтобы мячик вот здесь становиться. Как делать так? Вот здесь. Это какая сторона вот? Топ, молодец. И еще райт, да? Что нужно писать тогда? Топ ноль и райт ноль, да? Вот райт ноль и так есть у нас. Теперь топ ноль. Смотрим. Вот видите? Вот здесь теперь находится. Понял, да? Алмаз хорошо понял. Гульнуров поняла? Да. Обратно вот сюда как поставить? Айбек. Опять? Вот сюда. А? Нет. Не будем убирать. С самого будем. Подправить. Посмотри. Это какая часть получается вот эта? Какая сторона? Правая или левая? Левая, да? Значит, левая, значит, левая. Ага, поставим лев ноль, да? А молодец, Бектур догадался уже. И он еще в топе, сверху стоит, да? Вот, видишь? Лев ноль и сверху ноль. Но, ребята, как вы уже заметили, мы позиционируем этот элемент относительно чего? Относительно страницей, да? Он понимает под словом bottom, left, right, страниц. Да, все знает, что нет, понимает. А что, если я хочу позиционировать его внутри этой коробки, не выходя за его? Да? Вот. Для этого и существует еще один свойство позиция, relative, ребята. Relative, знаешь, что такое? Relative – это, с английского, появится как родственник, да? Relative, да? То есть связанный будет. Они будут родственники и будут связаны друг с другом. То есть вот эта коробка у нас какой диппл? Какого класса? Какой класс? Бокс, да? Значит, боксу зададим, ребята. Position что? Position relative. То есть говорим, что он связан с нашим мячиком. Что он, этот, родственник его, да? Relative написали. И смотрим. Обновляем. Посмотрите, он теперь не выходит за границы, да? Видите, внутри теперь находится. Он не выходит за коробки. И когда я напишу теперь bottom 0, ребята, смотрите, он не опустится вниз. То есть он становится вниз своей, внутри коробки. Top, bottom, да? Вот, посмотрите сейчас. Ага, видите? Посмотрите, я bottom 0 написала. Он понимает под словом bottom 0 свою коробку. Видите? Не выходит за страницу. Сюда не выходит. Вот здесь позиционируется. А как поставить сюда? Bottom 0 и right 0. Молодцы. Bottom 0 и left меняем на right. Вот так, да? И, ребята, не обязательно 0. Мы можем сами ставить 20 пикселей, да? Просто будет справа 20 пикселей. А снизу будет, например, 30 пикселей. 30 пикселей, посмотрите. Можно и пикселями написать. Вот так, вот здесь он будет сейчас находиться. Мы с пикселями написали. Так. Что поняли? Position absolute и position relative – это что? Для чего они используются? Айбек? Для меня не нужно, как вырушая. Ага. Для чего мы за этот счет один раз добавили position relative? Еще раз добавили. Чтобы вам оботься от нас. Коробкой, да? Молодец, да. Чтобы он понимал, что позиционироваться будет внутри него, да? Все так поняли, Бехтур? Объясни, пожалуйста, что ты понял, Бехтур? Да. Подсистану, да? Ага. Коробки, да? Если желательно написать, да? А если удалить желательно, что будет? Относиться чего будет позиционироваться? Относиться всей целиции, да? Да, молодцы. Да. Молодцы, ребята, поняли. Позрещено. И, ребята, вот эти right bottomы, да, без позиция не работают. Обязательно позиция, а потом right bottom. Есть еще, ребята, позиция, статик, ребята, статик. Но он статистический. Когда мы статик напишем, ничего не поменяется. Он стоит по умолчанию. И вот right bottomы он не понимает. Сейчас смотрим статик. Вот он таким должен быть. Видите, я сейчас одновлю. Видите, он стоит здесь. Хотя у нас стоят вот эти параметры. Мы говорим с правой стороны 20 пикселей, а снизу 30 пикселей. Но он вообще ничего не понимает. Потому что у него стоит позиция статик. И как раз таки, когда у нас стоит позиция статик, right bottom, top left он не поймет. Хорошо? Он не понимает. Изменения незаметны, ребята. И теперь, ребята, просто вот эти item boxcast прокомментируем. Покомментировали? После того, как вы закомментировали вот этот уже бокс и айтемы, откроем новый div. С классом, например, nav просто, да? С классом nav. И внутри напишем что? Просто navbar. Давайте напишем navbar. Да, here is navbar, давайте. Хотя внутри h1 можно написать, да? Давайте внутри h1. И here is navbar. Here is navbar. Давайте делаем так. Here is navbar, да? Смотрим, что у нас получилось. Так, here is navbar. Ребята, ему теперь для этого diva, для navbar зададим background color. Точка nav. Пусть будет у него background color. Будет сейчас решетка. 34, 26, 24, 2B. Вот этот цвет. Вот этот цвет. И надпись будет белая. Color white. А color сейчас. Продолжение следует... Раунд вот задали вот такой цвет, и color будет white, white, и смотрим, да, теперь, ребята, давайте удалим марджины и пэддинги, потому что, посмотрите, ребята, мы хотя пэддингов и марджинов не указывали, да, но у нас стоит что? Отступ, да, вот здесь, давайте, вот это называется, ребята, девелопа штул. Вот здесь посмотреть код, да, ой, нет, не этот, просто посмотреть код, я случайно, посмотреть код, вот, нажимаем на него, и это, ребята, называется девелопа штул. Вы, если у вас какая-то программа возникнет, вот здесь вы можете посмотреть на вашу, на вашу, что, проблему. Например, я вот стрелку выбираю, и вот выбираю его, там стоят оранжевые, да, видите, это что? Это отступы, значит, у него встроенные отступы есть. Хотя мы пэддинги марджины, да, не добавляли, он выходит автоматически. Смотрим, посмотрите, вот это наш элемент, вот это наш элемент синий, да, видите, написано 997, это его вид, а 36 это его хейт. А смотрим пэддинги, пэддингов нету, смотрим бордов, бордера нету, смотрим марджин, видите, выходит оранжевый, видите, вот пэддингов нет, марджин есть, оказывается. Поэтому, ребята, всегда, нет, всегда, ребята, мы, вот видите, здесь 21 пикселя есть, 21 пикселя марджина есть. Поэтому, ребята, когда мы будем работать в сети, всегда вот пишем что? Для всех элементов, вот это называется для всех элементов, звездочку вставляем, ребята. Вот так, если написать вот таким вот образом, ребята, это считается, что для всех элементов, для всех следующих элементов, что мы будем писать. Теперь пишем марджин 0, ребята, потому что мы, нам нужно обнулить его, потому что у нас, встроенные маржины мешают нам, да, вот, смотрим теперь, обновляем, видите, что стало, что заметил, что ты заметил. Отступа нету, да, теперь, да, потому что мы марджин удалили. И, ребята, вот, всегда в стиле, в начале напишите марджин 0 и пэддинг 0. Вот. Обязательно нужно обнулить их, потому что там встроенные свои есть. Мы удаляем их и сами вставляем их. Вы хорошо? Написали марджин 0 и пэдинг 0. Все, выходим, смотрим, да, теперь отступа нет. Теперь давайте выровним наш текст по центру. Как выровнять? Ага, что центр? Текст и лайн центр. Да, текст и лайн центр. Пишем вот сейчас. Я напишу .nav и h1, да, заголовок текст и лайн центр. Текст и лайн центр. Так. Вот. Центр стоит теперь. И нам нужен какой отступ, ребята? Теперь внутренний отступ, да? Добавим внутренний отступ, ребята. Вот. Сюда, внутри дна, с дип-блока. Добавим внутренний отступ. Внутренний отступ, ребята, что? Пэддинг. Пэддинг, молодцы. Пэддинг, давайте, со всех сторон будет 20 пикселей. 20 пикселей, альтаб. Видите, да? У нас появился пэддинг. Так, и давайте будет не 20 пикселей, а 30 побольше делаем. Теперь мы на бар. Ребята, фонт сайз это что? Размер шрифта, да? Давайте наш текст будет большим. Фонт сайз его поменяем. Внутри h1 после текстолайн центр. Пишем фонт сайз. То есть меняем размер нашего шрифта. Фонт сайз будет где-то 60 пикселей. Вот, теперь большой стал. Как? Ага. Вот, напиши. Перепиши. Вот, у нас сейчас вот этот есть, да? Давайте для того, чтобы появился у нас скром, рандомно пишем, вот, после h1, нет, вообще, после набора, еще один дикс создаем с классом, например, full text, да? Full text. И сюда пишем p, лорем будет внутри тысячи, ребят, тысячи лорем. Потому что у нас на странице должен появиться скром. То есть мы, чтобы мы могли его пролистывать. Тысячи, да? Лорем тысячи. Так. Потом, вот, после набора создали еще один блок с классом full text. И создали внутри пи лорем тысячи.